Лодки остановиться, подойди ко мне. Задача Государственной инспекции по маломерным судам – контроль и надзор за катерами и лодками, базами их стоянок, а также за местами отдыха граждан у водных объектов. Спасательный жилет. Лодка укомплектована в соответствии с судовым билетом, обязательные нормы снабжения, фонари есть, претензий к судоводителю нет. Судоводитель свою лодку подготовил, выполняет все требования безопасности, поэтому как сотрудник ГИМС я могу только Александру Александровичу пожелать счастливого пути и хорошего утра. Государственные инспекторы осуществляют проверку документов технического состояния маломерных судов, чтобы свести к минимуму возможность аварии, а главное – исключить гибель людей на воде. По словам старшего государственного инспектора по маломерным судам группы патрульной службы АЗОВ Александра Шароватова, в основном судовладельцы охотно взаимодействуют с представителями ГИМС. Как результат – значительное снижение количества нарушений в последние годы. Александр Павлович, все у вас хватает, лодка ваша укомплектована в соответствии с судовым билетом. Техосмотр пройдет, есть техосмотр. И вам можно только лишь пожелать счастливого отдыха, еще раз поздравить вас как судоводителя и судовладельца с этим праздником 36-й годовщины ГИМС. Работать приходится в жару, холод, слякоть, при сильном ветре, который гонит волну. Все это давно стало обыденностью. Единственное, к чему сложно привыкнуть – ненормальная реакция судоводителей на требования инспектора. Такое редко, но случается. Когда неадекватный человек высказывает твой адрес, нехорошие слова, будем так мягко говорить, и угрозы слышатся, и оскорбления даже порой. Но в этом плане необходимо инспектору улыбаться, не поддаваться ни в коем случае на провокации, к чему и толкают эти люди, чтобы человека спровоцировать каким-то образом, потом эту провокацию снять и где-то выложить. Но нельзя этому поддаваться и корректно и компетентно общаться с такими людьми. Надо отметить, нарушения судоводителей фиксируются установленными на патрульном катере приборами. Но опасения некоторых быть задержанными госинспектором в большинстве случаев безосновательны. Мы можем задержать судоводителя только в том случае, если он находится в нетрезвом состоянии. Маломерное судно задержать только в том случае, если у человека отсутствуют документы, и он не может доказать, что судно принадлежит ему или еще кому-то. При этом за нарушение судовладелец либо судоводитель могут быть наказаны в административном порядке. Мы поинтересовались, чем для Александра Шароватова кадрового офицера стала работа в государственной инспекции по маломерным судам. Когда я увольнялся, у меня в подчинении было полторы тысячи человек. А здесь, уже на воде, каждый день общаюсь с людьми, и получается, здесь уже в подчинении далеко не батальон, недалеко не полк. А здесь практически уже ближе к дивизии подходит по количеству людей, с которыми общаюсь. Общение с разными людьми – одна из самых значимых составляющих инспекторской службы. Людей иногда просто пытаются успокоить, когда они из себя выходят. И человек успокаивается, когда с ним корректно, нормально общаешься. Ну и у каждого человека есть свои проблемы, даже на воде. Люди их рассказывают и о том, что у них в жизни так случилось, или там в семье так случилось. Но, с одной стороны, мне как бы это не интересно, и для того, чтобы выслушивать всю эту биографию человека. А с другой стороны, может быть, человек хочет выговориться. Может быть, ему нужно хотя бы помочь тем, что ты выслушаешь его. Александр Ольховой – судоводитель с почти 30-летним стажем. За прошедшие десятилетия множество раз приходилось взаимодействовать с инспекторами ДИМС. Считаю, их роль очень большая, потому что много нарушителей, просто молодых людей, да и не очень молодых, и в алкогольном опьянении ездят, и нарушают правила, и все. Стараются этого не делать, а они профилактически очень хорошо, так сказать, на нас действуют. Подъезжают, рекомендуют что-то, значит, спасибо им большое. За 16 лет службы в государственной инспекции на счету группы старшего госинспектора Александра Шароватова 136 спасенных жизней, что подтверждается официальными документами. Это включает 100 человек, 101 человек по Азовскому району и 35 человек, которые были спасены при наводнении в Ставропольском крае, в котором вот несколько лет назад были и участвовали. Я от своего лица хотел бы поздравить всех коллег, сотрудников ГИМС Ростовской области с этой датой, 36 лет все-таки исполнилось, и пожелать им здоровья, удачи и всего самого наилучшего. Татьяна Ивашенко, Алексей Покатило, Азов.Инфо